Здравствуйте! Главные новости. Это пятница. Для вас подготовили мои коллеги. В студии Нина Приходько и в начале основные темы выпуска. Поскользнулся, упал. Как ростовчане переживают ледяную блокаду. И почему в городе не хватает дворников? Я вот шел по Оренбургской. Там это не убрано вообще на тротуаре. Ну, как вот здесь. Здесь хоть песком посыпано. Продовольственная инфляция продолжается. А почему растут цены на продукты, поговорим с нашим экспертом. Купил в прок сахар, кто-то купил в прок крупы, кто-то еще что-то. Это в том числе послужило неким таким движущим фактором для того, чтобы цена на сахар выросла несколько опережающими темпами. О чем расскажут археологические находки. Впервые в Ростове открылась выставка «Романтика экспедиции». Все это как можно аккуратнее, тщательнее, осторожнее нашли, раскопали, сохранили для того, чтобы это все куда-то не ушло или не пропало в бездну какую-то. В Ростове управляющие компании привлекают к ответственности за неочищенные тротуары и придомовые территории. Уже возбуждены дела об административных правонарушениях, заналить на пешеходных дорожках и снег на участках возле домов. Придется заплатить до 50 тысяч рублей. Власти города просят ростовчан помочь выявить недобросовестные организации. Свои жалобы можно отправлять в Комитет по охране окружающей среды по электронной почте. Между тем, критикуя уборку наледи, ростовчане высказывают свое недовольство в социальных сетях. Жители пишут, что тротуары очищены лишь в центре города, а на окраинах эту миссию выполнили только предприниматели. На остальных участках пока не ступала нога дворника и передвигаться по снежным ухабам сложно, а порой опасно. Виктория Щетинина прогулялась по городу. Сейчас упала женщина, не знаю, встанет она или нет. К ней подошли, наверное, ногу поломала. Вот здесь магазин. Такими историями зимой мало кого удивишь. Чтобы не упасть, пешеходам приходится менять привычную быструю ходьбу на более размеренный темп. По заледеневшим тротуарам особо не разгонишься. Если с наледью на дорогах помогают справиться комбинированные машины и самосвалы, то для тротуаров такой спецтехники пока не придумали. Все приходится убирать вручную, а дворников катастрофически не хватает, признаются коммунальщики. Нелегкий физический труд мало привлекает потенциальных работников. Сейчас с наледью на городских тротуарах борются почти две с половиной тысячи дворников. Но даже будь их миллион убрать в одно мгновение, все улицы было бы невозможно, отмечает главный коммунальщик Ростова. За один час вашей работы вы от силы сможете убрать где-то метров пятьдесят за час. А у нас восьмичасовой рабочий день. Значит, мы можем убрать четыреста квадратных метров, это один человек. А норма у этого дворника сегодня три с половиной тысячи. Но норма в основном считается под лето, под тепло. И поэтому летом по теплу норма вот такая. Сегодня, конечно, эту норму выполнить очень сложно. В помощь дворникам власти города выделили мини-погрузчики. Небольшие машины способны гораздо быстрее расчистить путь пешеходам. Когда идет мини-погрузчик и работает со щеткой, он пробивает дорожку шириной полтора метра. А дальше вот этот снег, потом приходят дворники, они его благополучно убирают. Но пока эта чудо-техника добралась не до всех районов города. Спальные кварталы так и остаются в ледяном плену. Какие-нибудь способы, знаете, привязывать что-нибудь к подошве? Ну, бабушки привязывают, а мы молодые, мы пока не привязываем. Ну, наверное, скоро будем привязывать, потому что все, лед везде лежит. Я вот шел по Оренбургской, там это не убрано вообще на тротуаре. Ну, как вот здесь вот. Здесь хоть песком посыпано, а там ни песком ничего не посыпано. Песок и соль на самых проходимых улицах. На внутридворовые участки универсальных антигололедных средств управляющим компаниям, видимо, не хватило. Успеют ли расчистить территорию до следующих зимних осадков – вопрос. По предварительным прогнозам синоптиков, снег нагрянет в Ростов в конце января. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Несмотря на непроходимые улицы, Ростовское управление здравоохранения рапортует о снижении количества обращений в травмпункты почти на треть. Только в первой горбольнице пациентов обслуживают три бригады врачей-травматологов. Всего за четыре дня за помощью в Ростове обратились около ста человек. В основном у них наблюдаются переломы рук, лодыжек и ушибы. С этими недугами жители принимают также в 4-й, 20-й больнице и в БСМП. Медики рекомендуют пожилым как можно реже выходить на улицу во избежание падений и использовать ледоходы, которые продаются в ортопедических и спортивных магазинах. В Ростове впервые за долгое время подешевел бензин. Об этом сообщает РБК. Наиболее востребованные марки 92-й и 95-й опустились в цене более чем на 30 копеек. Новая стоимость 32,28 рубля и 35,36 рубля за литр соответственно. На фоне этого, напротив, заметно подорожал дизель в городе и можно заправиться по 32,45 рубля. По мнению экспертов, в дальнейшем цены на топливо, скорее всего, начнут снова расти. Основной причиной этого станет стоимость переработки сырой нефти, которая снизилась, а экспорт черного золота при этом стал более выгодным. Инфляция на продовольственном рынке сегодня опережает инфляцию в целом. Полки магазинов заполнены отечественными товарами, которые дорожают чуть ли не ежедневно. Тяжелая экономическая ситуация привела к тому, что за пару месяцев мясо и курица поднялись в цене на 20 с лишним процентов. Ростов-Став сообщает о подорожании яиц, круп и других видов товаров. Для мониторинга цен в области открыли горячую линию. О ситуации на потребительском рынке с нашим экспертом беседовал мой коллега Эдуард Раткевич. Сегодня мой собеседник директор департамента потребительского рынка Ростовской области Андрей Николаевич Иванов. Андрей Николаевич, здравствуйте. В связи со сложившейся ситуацией, расскажите, пожалуйста, как изменились настроения на потребительском рынке? Да, действительно, настроения на потребительском рынке меняются достаточно динамично. Есть несколько факторов, которые повлияли на эти настроения. Во-первых, надо начать с самого основного. Это те санкции, которые применяются в настоящее время в отношении России, те ответные экономические меры, которые действуют в соответствии с указом президента Российской Федерации. То есть это несколько изменило ситуацию или расклад сил на продовольственном рынке в первую очередь. В настоящий момент идет активный процесс замещения тех товаров, которые завозились до этого из стран Евросоюза, из королевства Норвегии. Это касается в первую очередь овощей, фруктов, это касается рыбы. И, конечно же, это несколько дестабилизировало ценовую ситуацию. То есть опережающими темпами начали расти цены на продукты питания, в первую очередь. Так называемая инфляция на продовольственном рынке, она опережает на сегодняшний день инфляцию в целом. И мы видим это в том числе и по декабрю месяцу 2014 года. В данном случае инфляция в Ростовской области составила в целом 2,1%. Это удорожание основных товаров и услуг. Это чуть ниже среднероссийского показателя, 2,6%. Но на продовольственном рынке этот показатель еще больше, это 3,4% к уровню предыдущего месяца. То есть это говорит о том, что продовольственные товары в целом выросли именно на эту цифру. Что касается отдельных категорий, то мы видим, что здесь темпы могут быть еще более высокими. Но опять же 3,4%, когда мы говорим о инфляции, это такое низкоусредненное понятие. То есть какие-то товары подорожали чуть больше, какие-то товары чуть меньше подорожали. Но опять же еще один дестабилизирующий фактор, который особенно серьезно проявился в последние месяцы уходящего 2014 года, это курс рубля по отношению к основным мировым валютам. И это в очередной раз дестабилизировало ситуацию на потребительском рынке. Очень многие граждане поспешили перевести рубль в какие-то более ликвидные с их точки зрения активы. То есть кто-то купил валюту, кто-то, кто посчитал курс валюты серьезно завышен и не стал поддаваться на спекуляции финансистов, посчитал возможным приобрести тот товар, на который, может быть, откладывал деньги и собирался приобрести его в какой-то там отложенной перспективе. То есть кто-то купил холодильник, кто-то купил телевизор. К сожалению, есть категория граждан, которые купили про запас несколько телевизоров и несколько холодильников. Кстати, не секрет, что сейчас в интернете достаточно большое количество объявлений продам новый нераспакованный телевизор в упаковке. То есть когда ради интереса начинаешь узнавать, то оказывается, что человек купил 6 телевизоров для того, чтобы не пропали деньги, как он говорит. Но вот примеры такого не очень адекватного потребительского поведения, к сожалению, они достаточно часто встречаются. Кроме того, опять же, есть определенная категория граждан, кто тоже самое попытался сделать какие-то закупки впрок, в том числе и на продовольственном рынке. То есть кто-то купил впрок сахар, кто-то купил впрок крупы, кто-то еще что-то. Это в том числе послужило неким таким движущим фактором для того, чтобы цена на сахар выросла несколько опережающими темпами. И причем на сегодняшний день мы видим, что это один из таких лидеров роста цен. Собственно, здесь, конечно же, есть еще один момент. Ростовская область не является производителем сахара, мы целиком и полностью зависим от ввозимой продукции. И вот такой активный спрос подстегнул рост цен на сахар. То есть в настоящий момент, к сожалению, цена на сахар у нас является одной из самых высоких в пределах Южного федерального округа. Думаю, что в ближайшее время эта ситуация у нас выправится и она несколько, так сказать, скоррелируется с остальными субъектами Южного федерального округа. Хотя в целом темпы роста цен на сахар, они по Российской Федерации достаточно высоки. То есть вот здесь наша задача, уже если переходить к нашим каким-то конкретным действиям, очень внимательно отслеживать ситуацию. Мы понимаем, что невозможно, так сказать, не быть зависимыми от той экономической ситуации, которая складывается в целом в Российской Федерации. Невозможно сделать так, чтобы везде, так сказать, цены каким-то образом росли, а в Ростовской области их заморозить. Но наша задача не допустить опережающего роста цен или, как говорят некоторые специалисты, необоснованного роста цен. То есть очень внимательно разбираться с каждым конкретным товаром, с каждым конкретным случаем. Ну вот увеличилось ли количество жалоб со стороны потребителей и если увеличилось, то вот в какой сфере все-таки? В сфере услуг или в сфере товаров? Ну, я должен напомнить, что у нас действует два телефона горячей линии. Это телефон горячей линии по вопросам ценообразования 240, 26, 44, по которому принимаются обращения граждан по поводу повышения цен. И каждое это обращение, оно фиксируется и служит предметом пристального рассмотрения и анализа. Потому что интересно не только одно взятое конкретно обращение, но и динамика этих обращений. То есть с каких территорий эти обращения идут, по каким категориям товаров, по каким группам товаров в конце концов. То есть и это служит основанием для принятия в дальнейшем тех или иных управленческих решений. И взаимодействие в том числе и с федеральной антимонопольной службой, и с правоохранителями, и надзорными органами, если требуется их вмешательство. Что касается... А, и естественно телефон горячей линии по защите прав потребителей. Что касается динамики обращений, то за последнее время мы получили по вопросам ценообразования порядка 300 обращений. Уже даже на сегодняшний день чуть больше 300 обращений. В основном они касаются повышения цен на крупы, на сахар в первую очередь. Это было связано в том числе с ажиотажным спросом на гречневую крупу и так далее. К сожалению, достаточно большое количество обращений было первое время такого эмоционального характера. То есть мы на сегодняшний день попытались от этого избавиться, призвав на помощь технические средства. То есть на сегодняшний день все разговоры с нашими операторами записываются. Более того, мы изначально предупреждаем дозвонившихся о том, какую информацию мы бы хотели получить. То есть, во-первых, надо представиться и уже конкретно сказать, о каком товаре обращение, в каком торговом объекте и на какую сумму выросла или изменилась цена. То есть нам все-таки гораздо удобнее, наверное, конструктивнее наш диалог будет с жителями Дона, если мы будем разбираться с конкретными фактами. Хотя, конечно, эмоциональная составляющая присутствует. Мы понимаем, озабоченность наших жителей, честно говоря, мы и сами видим, что ситуация очень непростая. Особенно нас волнует, конечно, социально незащищенная категория наших граждан. Это граждане с уровнем достатка ниже среднего. И поэтому самым пристальным предметом нашего внимания являются так называемые социально значимые товары, которые определены 530-м постановлением. Это 24 наименования товаров. Мы их расширили, этот список, до 40 наименований. И эти 40 наименований товаров мы совместно с администрациями муниципальных образований ежедневно мониторим цены на них по ряду торговых предприятий. Но, опять же, обращение граждан еще нам дополняет эту картинку. Скажите, если выявляются опережающие повышения цен, каковы действия, собственно? Я хочу сказать, что рынок ручной торговли достаточно серьезно демонополизирован. И поэтому здесь, конечно же, самым главным фактором влияния на цены является конкуренция. То есть конкуренция между предприятиями торговли. Но, в конце концов, торговля – это конечная звена товаропроводящей цепочки. И зачастую цена растет не только из-за возросших аппетитов торгующих организаций. Хотя и такой фактор тоже есть. В условиях нестабильной экономической ситуации некоторые торговые предприятия пытаются неким образом страховать свои риски. То есть понимая, что цена достаточно активно все равно растет. И они пытаются увеличивать свою торговую наценку, понимая, что товар им в дальнейшем придется закупать уже по новой цене. Вот здесь, конечно же, очень внимательно мы эту ситуацию анализируем. В случае необходимости обращаемся в Федеральную антимонопольную службу. Опять же, были у нас проверки с прокуратурой Ростовской области. Они работали по распределительным центрам торговых сетей для того, чтобы тоже избежать таких перекосов. В дальнейшем, опять же, если мы видим проблемы по конкретным категориям товаров, то это предмет приложения усилий Федеральной антимонопольной службы. То есть у нас были обращения в Федеральную антимонопольную службу по мясу птицы, были обращения по крупам, в первую очередь по гречневой крупе. И в данном случае Федеральная антимонопольная служба отрабатывала эту ситуацию с поставщиками и с производителями, если они есть на территории Ростовской области, чтобы посмотреть, нет ли там злоупотреблений. То есть предметом приложения усилий Федеральной антимонопольной службы в данном случае являются согласованные действия участников рынка по повышению цены. То есть если они присутствуют, это предмет реагирования антимонопольной службы. Ну и, конечно же, под пристальное внимание ФАС попадает хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на рынке, то есть долю более 35%. Но, опять же, в рочной торговле таких субъектов у нас нет, это очень конкурентный рынок. А вот у производителей и у поставщиков такие моменты присутствуют. И, опять же, если есть нарушения, то это предмет соответствующих действий Федеральной антимонопольной службы, включая в том числе административные наказания, которые предусматривают под собой достаточно серьезные оборотные штрафы. Что касается донских производителей, как они себя чувствуют и какая помощь им оказывается? Ну, для помощи донским производителям задействован весь комплекс мер, которые есть у профильных министерств Веновс. На данном случае я имею в виду, конечно же, в первую очередь Минсельхозпрод Ростовской области, Министерство промышленности и энергетики Ростовской области, которые имеют достаточно серьезный инструментарий, в том числе и финансовый, и организационный, для помощи и поддержки нашим производителям. Кроме того, у нас по поручению губернатора области Василия Юрьевича, у него действует система добровольной сертификации сделана на данном. Конечно же, это не финансовый инструмент помощи. Это больше такой инструмент маркетинга. И в данном случае он должен обозначить место нашего товара на полках торговых предприятий, в первую очередь, и место нашего товара в иерархии, может быть, потребительских предпочтений. Это наша совместная работа и с бизнесом, и, наверное, совместная работа с жителями Дона. Если мы хотим, чтобы наша экономика работала устойчиво, если мы хотим, чтобы мы меньше были подвержены тем или иным рискам с точки зрения экономических проблем, мы должны в первую очередь голосовать за товары своего донского производителя. То есть это, в конце концов, наверное, положительно скажется и на экономике, и на самочувствие каждого отдельного жителя области. Андрей Николаевич, спасибо Вам большое. Сотни самых интересных находок донских ученых впервые представили жителям города. В Музее краеведения открылась выставка «Романтика экспедиции». Среди экспонатов человеческие останки, найденные археологами на территории Старого Ростова. О чем могут рассказать артефакты спустя несколько веков, знает Анастасия Дементьева. Видите, вот это вот отверстие, и края такие вот сглаженные, то есть это следы зарощения. Через сотни лет антрополог Елена Батиева с точностью константирует. Операция прошла успешно. Человеческий череп донские археологи нашли на территории Старого Ростова, очередной экспедиции перед стройкой нового здания. По артефакту ученые делают только предположение. Подобное хирургическое вмешательство, скорее всего, случай религиозной трепанации. Потому что вот этот вот череп, он из погребения, где было захоронено останки семерых человек, и у пяти из них были трепанационные отверстия в одном и том же месте, вот, значит, на верхушке, на макушке. Южный научный центр Российской академии наук впервые представил сотни своих находок на одной выставке «Романтика экспедиции». Она рассказывает о наземных и наводных путешествиях, ученых и самых интересных открытиях. На полках, муляжи пресноводных, морских обитателей, насекомых, птиц и, конечно, особое место занимают археологические находки. Хранится для людей 25-го века, 30-го века, это все будет не скоро. Ну, надеюсь, что, я надеюсь на молодежь, что выпускники университета наших, ростовских, вот, посмотрят эту выставку, заразятся исследованием океанов, там, и Азовского моря, Каспийского, и будут так и наработать. Мы будем учить, помогать, пускай приходят к нам. Виктор Войнов, доктор биологических наук, изучает морских млекопитающих. В основном участвует в экспедициях на севере страны. Однако группа ученых в сентябре прошлого года обнаружила интересное явление и на территории родного региона. Из Черного моря в Азовское заплыли небольшие дельфины, из-за хода зафиксированы вплоть до устья Дона. Хотя, конечно, Азовка водится преимущественно в Черном море, ну, не единичный случай, это Керченский пролив и Азовское море. Но в Дон, в реку заходят они крайне редко, это связано с какими-то явлениями. Конечно, это факты, но не совсем научные, это вещи такие натуралистические, да. Шел, поймал, увидел, описал, вот, написал книжку, да. То есть это не наука, конечно, это не тенденции, это не закономерность. Это дичные случаи, которые сами по себе интересны. Экспонаты безмолвно рассказывают о том, как важно изучать прошлое, чтобы понять настоящее. Гордость археологов – это сотни спасенных артефактов. Огромное количество памятников, которые не попали в зону разрушения, не были разрушены в результате строительства дорог, каких-то линий электропередач, строительства промышленных, торговых комплексов. Все это как можно аккуратнее, тщательнее, осторожнее нашли, раскопали, сохранили, для того, чтобы это все куда-то не ушло или не пропало в бездну какую-то. Выставка открыта до 27 января. За это время академики надеются познакомиться со своими открытиями сотни жителей. Анастасия Дементьева, Игорь Коровтенко, Южный регион, Инфо. И напоследок Ростов вышел в полуфинал конкурса «Город болельщиков». Народное голосование приурочено к чемпионату мира 2018 года. Из гонки уже выбыли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Сочи. Конкуренцию во втором этапе Донской столицы составляют Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург. Пока Ростов собрал чуть больше 700 голосов и находится на четвертом месте. Чтобы уже в финале побороться за почетное звание, предстоит ворваться в тройку лидеров. Жители могут поддержать родной город на официальном сайте проекта. На этом у нас все. У вас же все только начинается. Следите за новостями на нашем портале rostovlive.ru. Размещайте фото и видеоматериалы с места событий. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова